Ну, чем мы там закончили? Нежность рождается внутри вас самих. Страшная нежность. Такая нежность. Кстати, нежность – это ключ для того, чтобы телесно прожить единство. Вот, да. Это, опять же, ключ для всех, для тебя. Я говорю из своего опыта. Нет, нет, может, у кого-то еще это получилось? Да, я поэтому вначале сказала, я делюсь своим опыту. Нет, это само собой. Может быть, есть какая-то такая... Чувство, что это именно ключ, а не... Ну, есть разница. Или это ключ? Вот это мой путь? Или это именно то, что нужно? А ты не поймешь, что ты это сам не попадаешь в ключом воспользоваться? В твоем опыте другие люди через нежность приходили к единству? К единству. Нет, ну, не в опыте. Бойлер, столб, да. Сидеть. Мой папа почувствовал огромнейшую целостность. Он часами реально генерирует нежность, благодарность. Благодарность, он больше благодарность генерирует, чем нежность. А потом я ему говорю, пап, давай, как бы, теперь уже раз благодарность накоплена, я говорю, давай нежность. Говорю, вот нежность, потому что именно через нежность тело может почувствовать, что границы уходят. И он, не помню, в какой город, в Киев, кажется, ехал. И он говорит, я сидела, генерировала нежность. И в какой-то момент я почувствовала себя очень целостным. Вот больше ничего не надо. Вот только вот это, вот это ощущение, оно так заполняет. Вот больше ничего не надо. Вот вообще все круто, все кайфово, все обалденно, все классно. Ну и естественно, это все нужно дальше закреплять, 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 закреплять в теле. А не так, дошел до этого, открыл дверь, почувствовал, булочками пахнет, закрыл дверь. Нужно ее открыть, чтобы сквозняк не закрывал ее, чтобы булочками пахло по всему дому. Я об этом вначале говорила, я говорю о своем опыте. Это для меня ключи. Это из моих исследований с другими людьми. Это ключи, которые я на себе. То есть загвоздка в том, что я и так это чувствую. И вот, например, для этого мне очень необходим Марат. Для того, чтобы видеть, как же вот это привести к вот этому. Потому что я... Марат обычный человек. А он не обычный человек. Сначала с тобой было взяло в порядке. Не было ни прошлой жизни, ни эмпатии. Все было в порядке, а теперь и прошлой жизни, и эмпатии, и божественности. Бла-бла-бла. И вот из работы просто с Маратом, да, из работы с папой, с мамой, я могу увидеть то, что у меня уже есть. Я на него смотрю, и как бы, ну да, ну для меня это нормально. Ты идешь и говоришь, ну это же нормально, там, столбы гладить, когда ждешь остановку. Ну людей же, ну вот не идешь подойти к людям и начать их гладить, потому что меня заберут в милицию. Поэтому я гладу. Очень хорошо, заберут в милицию, там надо пугать погладить. Там меня потом палками погладят. Надо же начинать чувствовать. Это я о чем? Мишка. Да, и это, это ключи, которые я нахожу, если для меня это в моем понимании, которые я пытаюсь управлять на опыте, и поэтому я пишу статьи, люди пишут обратную связь, опыты, которые у них получаются, очень короткие, простые, быстрые, если благодарность или нежность направлять в те дискомфортные состояния, которые у них возникают. То есть здесь эти 7 часов или 9, 9 часов сегодня я говорю о работе с телом, о том, что ваше тело живое, о том, что вы это тело, о том, что вы это все это. Мне очень помогло атма Вичара, самоисследование, кто это думает, кто это чувствует. Это не я, это не я, это не я, но я это использовала, когда настраивала свою эмпатию. То есть я понимала, что все вот это, все, что я думаю, чувствую, хочу, мыслю, вообще что-либо, это все не я, до тех пор, пока я не нашла что-то, что не разрушается. А потом я просто начала входить в это, во все, что я от себя отделила, я начала входить в это, потому что очень четко пошло, как бы, ну вообще-то я все вот это. Потому что, когда ты как бы сбит со своего центра, то ты не можешь ни на чем нормально удержаться. Ты не видишь этот стержень в каждом атоме, не видишь вот эту вот вечность, единство в каждом атоме, в людях, в живых, неживых предметах, в своих чувствах, в своих мыслях. Пугает то, что проносятся мысли разные в голове, пугает, что иногда проносятся в голове, пугает агрессия, которая идет изнутри на какую-то, даже на котенка. А как пугает, когда идешь, зло или просто не зло видишь котенка, и внутри поднимается агрессия, желание ударить этого котенка. И что сразу идет внутри? Подавление этого. А это же возникает. У нас у каждого есть такие моменты, когда что-то эмоциональное, что-то на уровне мыслей. Возникает то, что очень пугает. И лучше быстренько об этом забыть, задавить и идти дальше, и заняться разными делами, и забыть об этом страшном моменте. И возникает просто непонимание самого себя, потому что тело разговаривает с вами эмоциями и чувствами. Оно еще разговаривает вашими же словами, что мы выяснили в Запорожье. Вот для этого у нас там зеркало. Кто захочет попробовать, можно будет показать это. Так вот, эти 9 часов, сегодня и завтра, я буду говорить только об одном. О том, что ваше тело живое, Вселенная живая. О том, что вот это все, включая тело, это вы сами. То есть я даже статью на эту тему написала, называется «Потерянный пазл самоисследования». Когда я… А, еще классно то, что сталкивалась в ВКонтакте и Ваське в переписках с людьми, которые доходили до момента, кто я, кто я, это не я, это не я, это не я. До момента, я понимаю, это все не я, но кто я, никак не могу понять. И потом теряется мотивация. Реально, у тебя теряется мотивация. У людей 2, 3, 5 лет нет интереса к жизни. Они говорят, это все фальшиво, это все не настоящее. Ну, конечно, вы себя от себя отделили, теперь это не вы. Естественно, интереса к этому больше нету, здесь нет вас. И потом просто потеря мотивации. Они говорят, я просто делаю что-то снова и снова, чтобы делать, снова и снова, что нужно же жить. Ничего не интересно, я делаю бытовые вещи, все это мне больше не интересно. Сексуальное влечение и желание пропадает, радость куда-то уходит, чувства и эмоции садятся вообще, гасятся вниз. Естественно, если вы отделяете себя от тела, вы говорите, я не тело. Вы закрываете эту дверь, как вы можете почувствовать свои телесные чувства и эмоции, свои переживания и состояния, если вы закрываете эту дверь и говорите, это не я. Делайте это, но потом понимаете, что вам нужно вернуться в это все, для того, чтобы снова это начать чувствовать. Потому что, когда вы сужаете себя, вот только вот куда вы себя сузили, там вы себя и чувствуете. Где вы говорите, это я. Вот там вы себя и чувствуете. Если это не я, я этого уже не чувствую. У меня так было очень сложно, например, когда было начало эмпатии, я пыталась закрываться. Стоит поставить щит, закрываться от других людей, болит сердце, дышать невозможно. Как будто сам себе перекрываешь дыхание, и сердце начинает сжиматься, и вообще все сразу очень тяжело. Я понимала, окей, нельзя закрываться. А как же тогда быть, потому что это все наваливается. И вот фишка в том, что вот эта потеря мотивации рождается от того, что не найдя того, кто вы, вы остаетесь на этой периферии. Я знаю, что это все не я, что это только форма, это иллюзия. Естественно, отличная трехмерная графика, не спорю. Но вы еще не нашли, кто вы, потому что здесь же нужно все отпустить и упасть. А что отпускать, если это все не я? Я типа это уже отпустил. И многим очень помогает, кто я, кто я, а кто это чувствует. Оно реально уводит глубже, 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 глубже. Найти этот фокус, который присутствует абсолютно во всем. И для меня в опыте, я буду очень часто эту фразу повторять, чтобы понимали, что я говорю о себе. Потом ты себе говоришь, я не только это тело, я не только эти чувства, я не только эта комната, я не только эти 39 человек. Я еще и улица, планета и так далее и тому подобное. Расширять себя. То есть здесь очень важно, да, дистанцирование, это вот деассоциация полностью. Разотождествить себя с всем, чтобы найти то, чем вы являетесь. И это то присутствует абсолютно во всем. И когда вы находите это то, то потом вы возвращаетесь в игру, и вы видите себя везде. Вы везде себя видите. Если вы нашли это то, то вы везде себя видите. Уже нету разницы, нету этой границы. Эта граница только игровая, она иллюзорная. Вы понимаете, что как будто вы сидите в очках, в игровых. В общем-то, огромнейший молочный океан блаженства. И каждая молекула такая, о, меня зовут Наташа, слушайте, классно, я сегодня пойду в кино. Это все просто для того, чтобы можно было взаимодействовать, играть, получать опыт, кайфовать, наслаждаться, страдать, разные переживания делать. Потому что это круто. Ну, реально, кого устраивать жизнь без чувства и эмоций? Ну, если вычеркнуть чувства и эмоции из вашей жизни, что у вас останется? Мысли, их тоже нужно убрать. Ум же выключаем. Остается страшная личность, которая функционирует. Дай мне это, я дам тебе то, и тогда у меня будет вот это, и мне нужно пойти сделать вот это. Без мыслей, чувства и эмоций. Какая жизнь у вас станет? Ну, кто может ответить? Случная. Не будете потом этого понимать, да? Поэтому эти 9 часов я попытаюсь объяснить, насколько для меня, просто для меня, в бытовой жизни, тело живое, все обладает сознанием. И насколько я себя расширяю, настолько я это чувствую, насколько я себя сужаю. Да, для того, чтобы с вами разговаривать, мне нужно себя судить и сказать, вот это сейчас ты, вот в этом теле, тебе нужно говорить вот это. Для того, чтобы можно было адекватно общаться. А потом выходишь на перекур, пульсируешь. Заходишь в зал опять, собираешь себя, так, нужно что-то говорить, нужно это говорить, нужно это говорить, а нужно еще вот с этим поделиться. Ага, для чего? Ну, чтобы скучно не было. Поэтому, поэтому давайте как-то. Самое важное, это насколько меняется ваша бытовая жизнь. Ну, прикольно ездить по сатсангам, на семинары ходить, да, заряжаться, смотреть видеоролики, читать статьи, читать другие разные книжки. Оно так поднимает, духовное развитие. Приходишь домой, эта духовность не интегрируется почему-то в кухню, в туалет, в большую комнату с мужем и детьми. А почему вот это не интегрируется туда? Вот по какой причине, как вы думаете? Условия. Какие? Может, потому что отделяем одно от другого, поэтому это духовно, а это так. Ну, это быт. Приходишь домой, там страшный монстр невидимый. Поэтому вот там духовное, там вот так, ну, на разные планы просто разносится, и получается, что одно в другое не входит. Вот эта вот духовность, она начинается с самого нижнего подвального этажа. Представьте, у вас там 25 этажей, да? Вы говорите, я поеду на сатсанг, то есть я пойду, берусь на 25 этаже. Там и так все прекрасно. У вас в подвале полная жопа. Там все подавлено, и агрессия, и страшные мысли, и тяжелые домашние переживания, и еще какие-нибудь детские штуки. Внутриутробные моменты, которые все нужно осознавать, потому что это тело. Но намного проще просветлять разум, потому что там не нужно заниматься всей этой херней, понимать свои чувства, эмоции. Разлаживать понятие любовь на нежность, доброту, радость, блаженство, торжество и еще кучу составляющих, чтобы понимать, а что же это я переживаю, когда я говорю, я люблю тебя. Нет, ну я же просто тебя люблю, ну этого же хватает. Правда? Это же хватает просто сказать, я тебя люблю, я что-то к тебе чувствую, я тебя люблю. А что именно вы чувствуете? Потому что если идти глубже, обычно любовь склеивается с очень многими вещами, в один большой комок. И получается, я тебя люблю, но когда ты мне какую-то хрень говоришь, мне хочется развернуться и уйти. Вот здесь любовь прекращается, а что это за любовь такая? А какие это чувства? Ну это просто любовь, я его здесь люблю, а я его и так люблю, каким он есть, просто сейчас он меня раздражает. Но я же его не прекращаю любить. И вот прекрасные концепции. Я всех люблю, все хорошо, моя жизнь прекрасна. Просто кто-то достает здесь, кто-то раздражает тут, ну такое же бывает, такая наша жизнь. Все нормально, все хорошо, и мы живем дальше, все отлично. Кого такая жизнь устраивает? Да ладно, нужно больше рук. Нет, ну по факту. Не лезть внутрь, потому что вот мой путь это изучать и раскладывать на мелкие составляющие, каждое чувство и эмоции, с чем оно склеено. Любое чувство и эмоции, если оно склеено с болью, если когда, например, вас нежно обнимали, а такое в детстве у нас часто бывает, нас нежно обнимают, ой какая ты хорошая, там спасибо, что ты помыла посуду, ля-ля-ля-ля-ля-ля, тебя обнимают, обнимают. А потом мама находит, не знаю, пятнышко на посуде, говорит, ах, вот ты плохо здесь помыла, и отталкивает тебя от себя. И телесно ты очень хорошо запоминаешь. Если ты плохо сделаешь что-то, недосконально, несовершенно, то ту нежность, которую тебе дают, у тебя заберут, тебя оттолкнут. За то, что ты несовершенно, не в миллион процентов идеально это сделал. Это закрепляется телесно. И получается, мы просветляем сознание, разум, да? Эти концепции, они освобождаются от этих условий, типа ты плохой, ты злой. И сознание, разум начинают четко понимать, это все одно, это все одно. Но тело продолжает реагировать, продолжает, ты говоришь, я понимаю, что это все одно, у меня был такой инсайд, а фонарить. А тело продолжает реагировать, оно боится, оно к чему-то чувствует большую тягу, к чему-то меньшую. И естественно, дальше уже нужно работать только с телом, потому что вы разум просветляете, все классно, вы уже это все понимаете. А что делать дальше, когда тело все еще продолжает реагировать? И поэтому вот то, что вы понимаете, там в голове нужно полностью заземлять в тело, на каждую свою реакцию. И, например, у меня в жизни было два таких пути, сейчас уже, конечно, три. Первое, это когда у вас происходит, например, вы все уже понимаете, что вы одно, что мы это все одно. Вы четко это осознаете, многие реакции ушли и больше не возвращаются. Но есть такие телесные реакции, которые появляются снова, появляются снова и снова появляются. И вроде же все нормально, потому что я и так понимаю, что мы все одно, а все остальное приложится. И вот для тех, кого так устраивает, то то, что я буду говорить эти два дня, уже будет неинтересно. Потому что я буду говорить о том, как вот это ощущение, кто его получает, это ощущение единства, понимание. Понимание, что мы одно целое. Потому что здесь логика очень легко дойти до понимания, что мы одно целое. На это есть в Адвайте, как называется, Анава-йога, кажется. Не помню четкое название. Там буквально от физики для всех логических людей разложена по полочкам вот этот весь мир до атомов, до ядерной структуры, чтобы показать логическому человеку, у нас одна структура на все сущее. И потом, исходя логическим путем, человек начинает постепенно это в жизнь интегрировать. Типа, а вот это все на молекулы, это все состоит из молекул. Там главное держать, что все это состоит из молекул. Вы видите форму, но любая форма состоит из молекул и атомов. А эти атомы у нас у всех одинаковые. И внутри этих атомов есть нечто, что физики называют пустотой, светом, которое непонятное. И вот эта вот пустота-свет, это и есть общая наша природа. И вот эту вот пустоту-свет, то же самое, что на уровне чувств, нужно почувствовать внутри атомов вот эту вот пустоту и свет. Потому что эта пустота, это не в смысле отсутствия чувств, мыслей и эмоций. Это такая наполненная пустота, что тебя разрывает от переживаний, если она начинается у тебя в теле. И она полностью освобождает твое сознание, если она начинается на уровне ума. И вот, по сути, множество, множество моментов, где вы можете понять, что мы все одно целое. Мне нравятся тексты, тирам-ан-тирам, или кто это, не помню, которые по проработке с телом очень древние. Там говорится, что неважно, с какого уровня начинается этот огонь единства, его нужно, чтобы он заполнил все ваши уровни. Все то, чем вы в игре являетесь. До тех пор, пока плотная оболочка не охватывается этим огнем. Но это то, что делаю я в своей жизни. Я хочу на опыте показать, что можно это сделать и никуда не исчезать. Хотя мне все пишут, так ты же исчезли в пятое измерение. Ну, какого хрена я буду исчезать в пятое измерение? Ну, может, и исчезну в пятое измерение. Я все время работаю с этим моментом, чтобы убирать условия на невозможное. То есть расширять границы до такой степени, находить дальше эти границы. Я же их расширила вот так вот уже, но они там где-то еще есть. Потому что есть вещи, которые, я знаю, спокойно происходят, но в моей реальности они еще не происходят. Я знаю, как это происходит, и пытаюсь найти правильную логическую цепочку, нейронную цепочку, которая позволит сознанию и телу соединяться просто. Открыл дверь, перешел мост, вышел. Вау! Но для этого вот то, что у гениев есть, они четко знают, чего они хотят. Они очень четко видят, чем они не удовлетворены в своей жизни. Этот вот постоянный внутренний зуд, когда вам вот все хорошо, и деньги есть, и муж есть, и собачка валяется. И дети ходят в школу, и вроде бы все, в общем-то, нормально. Да, есть всякие моменты, но они тоже устраивают по сравнению как бы с тем, как все хорошо, этих моментов достаточно мало. А бывает их очень много, но вот эти вот хорошие моменты, они хоть и короткие, но такие качественные, что ради них мы все равно остаемся в этой ситуации. Это я к чему. Да, этот вот зуд недовольства, он буквально двигающая сила на каком-то из уровней, это двигающая сила, зуд недовольства. Не нравится. Ну вот как это? Столько жопы в жизни, есть 2-3 счастливых момента, и ради этих 2-3 счастливых моментов 20 лет жить в полной жопе. То есть так вот начинает врубаться осознанность, ты понимаешь, мне это не нравится, я чувствую что-то не то, вот что-то здесь всем нутром чувствую, чешется там что-то изнутри. Это что-то здесь не то, не хватает чего-то, это не должно быть вот так. И этот внутренний голос можно либо затоптать куда-нибудь поглубже, сказать там, типа замолчи, все хорошо. Вселенная безопасна, все происходит так, как мне надо. Это вселенная, как огромнейший организатор. Вот Катя, организатор этого всего. Я приехала, поселилась, отдохнула, пришла сюда такая, бла-бла-бла 2 дня и уехала. Катя это вселенная, она все создала, буквально до йогуртов. Все моменты прописала, огромное спасибо. Вот вселенная – это организатор, но вы игрок. И у вас есть своя, у вселенной своя ответственность, а у вас своя ответственность. И когда человек начинает пытаться работать вселенной, находясь на месте игрока, начинается реальная жопа. Потому что у вас есть ваше тело. Эмоции, чувства, мысли, действия, мечты, страхи, ваши переживания, ваши надежды, ваши желания или нежелания. Представим, у вас есть магнитный фокус где-нибудь внутри тела. Есть огромнейшая вселенная. Она все время считывает эти данные внутри вас. Для того, чтобы что сделать? Вот из этой вот какой-нибудь покореженной формы по условиям любви, нежности и красоты выстроить вас в нормальное, счастливое состояние. Все круто. Но мы сопротивляемся, мы говорим, нет, если я начну рисовать, у меня не будет денег. Нет, 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 нет. А если я буду любить этого человека, ой, у меня будет жизнь страшная, опять не будет денег. Нет, 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 нет. И вселенная, что ей приходится сделать, чтобы очень аккуратно вас выровнять из этой вот позы, в которой вы находитесь в напряжении. Вы же в напряжении говорите, нет, 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 нет. Все, вот так вот мы живем. Мы называем это зону комфорта. Она говорит, в общем-то, все хорошо, потому что есть моменты в которых вот ради этих моментов мы живем вот в этом хоть 20 хоть 50 хоть 100 лет хорошо хоть мы только 90 живем в таком состоянии это что куста приспел ok так вот главный фактор которым я говорю это ваша бытовая жизнь хорошо вы занимаетесь вашей духовной жизнью но если вы возвращаетесь домой ваш бытовой уровень остается там где он остается или падает еще глубже то какой смысл что вы читаете книжки что вы делаете практики какой смысл в практиках и переживаниях если выходя из педитации мама стучит мне в дверь какой смысл в этих практиках если агрессия тоже показывает вам что вот то что вы там переживаете себя в голове телесно находясь где-нибудь в другом мире или там в кайфе то когда вы возвращаетесь сюда в тело вы понятия не имеете что там находится в теле что вы чувствуете и вы с этим после этого кайфа огромнейшего кайфа по два-три часа медитации утром вечером можно так жить я не спорю очень хорошо отвлекает а за вами если вы очень большого достигнете за вами еще будут ухаживать и обмывать вас и вы сможете находиться в этом состоянии практически вечно и вот если вы возвращаетесь из этого состояния домой мне понравилось как вишну дав говорит вы выходите на улицу на работу заходите в автобус вам наступает на ногу и вам хочется заехать этому человеку по лицу какой смысл того что-то вы до этого два часа провели в состоянии ясного света ну реально для меня очень важный фактор это бытовая жизнь насколько меняется бытовой уровень общение с детьми общение с братьями и сестрами общение с родителями те кто читали мои записи там я описываю пять лет настраивала мозг своим папе и маме пять лет мне понравилось как мой рассказал недавно как ты говорил типа ну как когда мама твоя приехала ты 5 лет этим занималась но мне это надо было потому что я живу с ними в одной квартире и мне для себя реально из эгоистических целей нужно было наладить так чтобы не прекратили ссориться а чтобы не прекратили ссориться нужно чтобы они начали себя понимать и друг друга слышать и поэтому если ваше знание которое вы получаете не интегрируется в бытовой уровень тогда вопрос на засыпку что вы делаете не так ну думаю вы проживаете офигительное единство так классно обалдеть даже если в метро офигеть я у себя дома вау проходит там 5 10 15 минут идешь домой уже уже все уже этого нет уже бытовуха уже страшный страшный монстр идет кушает чипсы у тебя за спиной на спине написано быт есть внутри боль внутри тела присутствует боль она вызывает напряжение мышечное напряжение из-за нашего огромнейшего повседневного существования в перенапряжениях мы уже не чувствуем этих маленьких моментов когда тело тихенько аккуратненько говорит что телу приходится делать когда мы этого ну мы же вот в этом больше стоим постоянно микро перенапряжение вы представляете тут уже мега перенапряжение а тело с вами разговаривает микро перенапряжение и он такой ну пожалуйста я не хочу туда нам не туда нам вот туда ну помнишь вселенная говорила вот туда мы этого не слышим и что приходится телу делать идет агрессия мы чувствуем агрессию и что мы если мы не видим не понимаем вселенная это просто наше отражение у нас есть агрессия мы думаем ой кому-то она должна быть направлена сейчас выберу да что такое но это происходит за долю секунды когда нету понимания что агрессия это всего лишь уже такой способ которая выбирает тело чтобы вы до вас достучаться чтобы вы наконец-то услышали и я-то живое я вообще-то тоже есть я тоже есть и только ты так как сознание я есть тело тоже я есть она будет может и меня послушаешь хоть чуть-чуть да мы тут вместе как партнеры играем они так это все есть сижу с голоду помираю я тоже хочу есть это я думаю вот представим такой триумвират треугольник есть ваше тело есть вы как сознание есть огромная вселенная пока для вас это разные вещи да например реально а вселенная вообще как-то непонятно чувствуется мне например в детстве реально спасало то что я ощущала вселенную живой я с ней разговаривала папа с мамой ссориться я сажусь около радиатора или плачу на кровати и разговариваю со вселенной я ее чувствую я ее слышу я с ней разговариваю понимаю да меня сюда забросили по какой-то непонятной причине какого хрена не помню но есть вселенная есть невидимые все живое все нормально то тело не чувствует зато я на тонких телах если как сознание всю эту связь сохраняю все нормально за счет этого я выжила во всех тех передрягах которые у меня были в детстве а мне как сверхчувствительному существу с нервной такой системой который вот так вот ходит стабильности никакой то было очень тяжело и очень сложно но вот именно за счет того что я общалась со вселенной я чувствовала вот это вот все она дышит это сознание оно живое не переносите себя как тело вот эти вот реакции я и тело это человек и проецировать этот же шаблон на вселенную достаточно глупо это как взять кабана и спроецировать его на дуб разные вещи это кабан а это дуб и то же самое здесь вы игрок есть огромная вселенная каждый вы выполняет свою работу и у каждого есть своя ответственность у вселенной ответственность просто как у кати все организовать в игре как тоже простая ответственность понимать что он чувствует понимать чего он хочет искать других катя искать катя я хочу вот это и веки окей и начинает организовывать самая большая проблема начинается, когда мы не знаем, чего мы хотим. Обычно такие есть, я не знаю, чего я хочу, я сейчас сама в таком положении, я не знаю, чего я от этого хочу, у меня все равно все есть, все нормально, все классно, что мне еще хотеть-то надо? И тогда включается другой прикольный механизм Вселенной. Когда вы не знаете, чего вы хотите, Вселенная начинает подкидывать вам все, чего вы не хотите, чтобы вы наконец-то решили, чего же вы хотите. И вы сталкиваетесь с одной хренью, с другой хренью, встретить, думаете, что за фигня? Что происходит? Вселенная безопасна, я все время получаю то, что я не хочу. Наверное, потому что вы до сих пор четко не поняли, чего вы хотите на самом деле внутри. Распространенная идея того, что просветление спасает от абсолютно всего. И шизу увеличивает. Часто в просветление мы бежим... Если ты хочешь того, не того, чего на самом деле хочешь. Ага, да, задашь сейчас чуть-чуть попозже этот вопрос еще раз, хорошо? Это я чем говорила? А, и часто просветление воспринимают как одну идею избавиться от агрессии в себе. Но если будет просветление, то кроме кайфа, огромнейшего бонуса, да, и единство, у меня наконец-то перестанет рождаться злость к маме, ненависть к папе, я наконец-то перестану чувствовать это напряжение в теле, когда засыпаю, он меня обнимает, ну сколько можно, ну хватит, не хочу я секса. То есть просветление спасет вас от всего того, что вы в себе не понимаете. И даст вас в нем немножко. Ну, кайф в вечности и единства. Но это не главное, обычно это не главное. Обычно главное то, что вся эта жопа наконец-то исчезнет. И тут вселенная отлично работает. Она говорит, ты немножко не понимаешь, чего ты на самом деле хочешь, когда ты хочешь просветления. Ты кайфа хочешь? Так у тебя чувства внутри. Начинай кайфовать сейчас. А ты говоришь, нет, ну как же, нужно, чтобы все выровнялось снаружи, тогда я буду кайфовать. И вселенная говорит, так просветление тебе для чего надо? Чтобы вселенная выровнялась, и я начал кайфовать наконец-то. Чтобы вот эта вся жопа, боль, грусть, тоска, ненависть, еще что-либо, обида, агрессия, что все это наконец-то ушло, подмели и выбросили. И все классно, теперь в кайфе, в единстве. Оно так и получается очень прикольно. Например, есть у меня друг, с которым мы совпадаем по интересам, исследуем, дурачимся. Вообще прикольно очень, обалденно. Я раньше думала, мне такой партнер нужен для жизни. И тут у меня появляется такой друг. И тут я вселенной говорю, слушайте, а теперь не знаю, нафига мне партнер-то. И тут вселенная начинает бомбардировать меня другими мужчинами, которые я понимаю, я тут ничего не хочу. И я вижу, о, окей. Я говорю, ну я хочу тоже веселиться, там, каламбурить, ездить вместе, исследовать, там, бла-бла-бла. Но вселенная говорит, так у тебя же это есть с Маратом. То есть у тебя это уже есть, чего ты хочешь. Я говорю, ну так я это и на партнера хотела. Она говорит, нет, ты уже это получила вот здесь, теперь решай, что тебе нужно здесь. Я говорю, я не знаю, что я хочу здесь. И она начинает бомбардировать другие мужчинами, которые я понимаю, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, но я не знаю, чего я хочу. Вот, оно так и работает. У меня в жизни, например, оно так и работает. Когда я не понимаю, чего я на самом деле хочу, когда я чего-то хочу. То есть я хотела друга, а не сексуального партнера. Я получила друга, отличного невероятного друга, все классно. Теперь у меня здесь большая брешь, чего мне нужно хотеть. И вот просветление чаще всего мы хотим для того, чтобы вся боль, все перенапряжения ушли. Вот если вы себя спрашиваете, для чего мне нужно это освобождение, это единство? Для чего? Чтобы кайфовать или чтобы все стало хорошо? Ну вот кто здесь хочет просветление, единство? Для чего? Чтобы было хорошо. Вот, чтобы не было жопы. Еще? Кто еще, чтобы не было жопы? Чтобы понимать все, что происходит внутри и снаружи. Да ты и так это можешь понимать и без этого. Я понимаю, что так. Чувствительность не хватает, чтобы понимать. Тело еще не... Никакую чувствительность не понимает вообще. Вам тянет по ногам? От чего вы молчите? Можешь закрыть? И вот огромнейшая загвоздка. Мы просим Вселенную о чем-то. Я хочу вот этого. А на самом деле мы просто хотим какого-то чувства, переживания или эмоции. Она дает это переживание в другом месте. Но у вас есть шаблон. Я хотела вообще-то вот этого. Я заказывала вот так вот. Красные яблоки. Да, красные яблоки. Десять красных яблок хочу. Она говорит, на тебе десять красных яблок, но вот здесь. Ты говоришь... Да, я... Да что это такое вообще? Вы видели, какая здесь упаковка? Какой-нибудь черный кулек. Я хочу в нормальной упаковке, с доставкой, с улыбающимся там delivery, сервис. А это что такое? Это какой-то чувак, который говорит, на у меня десять красных яблок. Нет, не хочу. И получается, Вселенная дает вам то, что вы хотите, но вы не хотите принимать это таким, каким она вам это дает. Тогда в чем загвоздка? Вы снова садитесь и говорите, я хочу вот этого. Вселенная такая... Держи! А так как у вас условия, условия на получение, и это условие рождается из внутренней боли, страха, агрессии, бла-бла-бла, целая цепочка защиты, то Вселенная говорит, ты понимаешь, ты вот эти... Это не сможешь, эти десять красных яблок, ты не можешь оценить их без упаковки. Тебе нужна упаковка, а не десять красных яблок. Ты говоришь, нет, мне нужно просветление единства, вы что, не понимаете? Мне нужно десять красных яблок, но вот здесь. И что делает Вселенная? Ну начинает вас уже реально там и вот с этой стороны, и вот с этой стороны. У нее по контракту написано, самым простым и легким способом, обязуюсь игрока довести до состояния единства, чтобы он мог начать нормально играть таки. И она самым легким, простым способом пытается вас довести, донести эти десять яблок без упаковки. Десять яблок красных до вас. И когда вам уже вообще не в моготу, вы говорите, я уже не могу ждать эти десять красных яблок. Ой, это просто невыносимо, Бог. Вы говорите, да в жопу эту упаковку. И резко видеть эти красные яблоки у себя под ногами, причем и здесь десять, и здесь десять, и здесь десять. Сколько раз просили, да? Столько раз красные яблоки появлялись. И вы такие, офигеть, дело не в упаковке. И вы уже в красных яблоках. Поэтому очень четко понимаете, чего вы на самом деле хотите. Потому что, по сути, любая ситуация, которую вы хотите, любого партнера, которого вы хотите, ради чувств, эмоций, ради телесных состояний, в которых мы проживаем. Когда мы стоим где-нибудь перед океаном, или представляем, что мы перед океаном. Это же такой кайф внутри, он же в теле рождается, правильно? Этот кайф в теле рождается. И думаешь, а поехать туда вообще офигительно. Ты только в голове представляешь. А поехать вообще суперски. Начинаем работать, скапливаем на поездку. Всегда такая тах-тах-тах-тах. Деньги куда-нибудь уходят, там, на детей, на мужа, на квартиру. Что-то сгорело, починили. Нема денег. Опять садишься в медитацию. Что получаешь? Телесное самоощущение. Ну, кто вам мешает в этом телесном самоощущении находиться круглые сутки? Ну, реально, кто вам мешает? Объясните. Те, кто приносит костюмин. Они стучатся. Нет, которые приносите к запаковке. Условия на получение. Вот. Да. Мой вопрос вот насчет круглые сутки. Для начала нужно хоть раз вообще это ощущение, ну, как бы, испытать. Ну, я не имею в виду, там, вот, то, что, там, в тропном состоянии, там, единство. Я имею в виду, вот, уже жизнь взрослую. То есть, ты говоришь, что, там, что мешает в круглые сутки. Но нужно, как бы, вообще от чего это отталкиваться? Сейчас. Мне интересно, из присутствующих вообще кто-нибудь это чувствовал, хотя бы, там, мгновение, там, или еще? Ну, что же такое? Да. Это то, о чем Наташа только что сказала. Ну, конечно. Нет, ну, ведь мешает же, реально мешает. Ну, она потом уходит, да, она резко стухает. Ну, не слышно, это мешает, это мешает. Да, мешает бытовуха. Испытывали. Самый большой прикол, почему я нейронно-алхимию начала делать, и почему я такой упор сделала на чувства и эмоции, это потому, что когда тело, наконец-то, полностью впитало это единство, которое было с рождения, то резко стало ясно. Мы это состояние проживаем постоянно, каждый день. Реально каждый день. Но мы настолько сильно обесцениваем красоту, нежность и благодарность, особенно красоту. Мы ставим ее в такие резкие условия. Вот такая упаковка, а не вот такая. Отличается там одной маркой. Нет! Это красиво, а это нет. Я увидела, что каждое мгновение, каждый час, каждые 10 минут вы все время погружаетесь в это состояние. Я все время находилась в этом состоянии телесно. Но из-за обесценивания либо нежности, либо нежности и красоты, нежности, красоты и благодарности, этих трех факторов, это обесценивается. И оно уходит в самый конец очереди. Потому что мне нужно 10 красных яблок. Мне нужно это в определенной упаковке. Упаковка первая, 10 красных яблок потом. 10 красных яблок уже на 10 пункте. Потому что упаковка, доставка, уважительная улыбка. Можно немножко флирта. И то, что ты пока это думаешь, ты уже в этом состоянии. Ты пока это чувствуешь, ты мечтаешь о красных яблоках, ты уже в этом состоянии. Ты перестал думать о красных яблоках? Ты снова в этом состоянии? Оно обесценивается, потому что красота загнана в огромные, узкие, строгие и неразрушимые рамки. Нежность вообще стоит на таких условиях, что просто нужно найти... Нет, друга не надо. Я не могу другу нежность проявлять, понимаете? Я же... Это не нормально. Это разве нормально? Мара! Нормально. Уже? Да, нормально. Но не для всех. А вдруг он испугается? Нормально. Он скажет, ты меня хочешь? Я тебя не хочу! Отойди от меня подальше! Попробуй докажи человеку, что ты просто хочешь к нему нежность проявить. И поэтому... Нет, на самом деле, до того, как мы санташе пробовали скроить нежность, для меня это было что-то такое ненормальное, реально подойти, обнять человека, только если вот так, и все, и тут же отойти. Или там потрогать друга, потрогать как-то, это было что-то такое ненормальное, я не мог себе позволить. И это было именно внутри, там, другой человек может ко мне там обнять, по идее, я должен почувствовать, где-то нежно, да, другой человек, ну, у меня, это типа телящие нежности какие-то. Вот, то есть оно было вот так у меня, и, ну, только когда с Наташей мы начали общаться, нужно там, и так, и сяк вокруг меня. А потом, когда, то есть, начали настроить какую-то нежность, да, там, ну, просто вот дружескую, там, какую-то, то он сразу, ты что, мне хочешь? Да, то есть, он сразу, ну, сексуальные какие-то мысли, то есть, ну, а потом я потом думал, ну, это реально странно, ну, как так можно думать, если, ну, просто человек хочет тебя обнять, там, просто хочет, там, понежиться. Для меня это было еще капитально, что тут либо вот вот это, либо на что-то там телячие нежности свои какие-то устроил. Ну, то есть... И вот ваши условия на нежность, ваши условия на красоту, ваши условия на бартер благодарности. Это все равно какая-то дистанция есть, все равно есть люди с твоей дистанцией. Правда, есть какую-то кругу. Ну, естественно. Есть круг, есть какой-то. Дальше ты по-любому не будешь обнимать директора. Ну, это от тебя зависит, от твоих рамок зависит. Ну, понятно, все равно, конечно, они все равно есть. Да, конечно, они есть. В любом случае есть граница собственного пространства. И, естественно, если ты забегаешь и такая, ааа, директор, ты нарушаешь его границы без спроса. Может, это что-то бескомфортно? Естественно, да, ты нарушаешь границы без спроса. Но если и у тебя, и у него есть понятие того, что нежность – это нормально, не важно от социального уровня, если не важно, если у обоих людей, то подойти там «привет» – это будет нормально. Когда настроено, это все понятно. Тут как раз вопроса нет, а когда не настроено, когда один… Тогда приходится вот, как ты сказал, бегать там, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, пока человек не скажет, что ты мне хочешь. Протаптываешь. Да, естественно, это если ты хочешь вырастить к нему свою нежность, это твоя ответственность. Ты выбираешь протаптывать тропинку? Протаптывай тропинку в ногу, ну, границы. Ну, если он говорит «нет», ну, значит, нет. Просто выражаешь свою нежность, не подходя к нему, там, цветочки, открытки. Грудь можно показать, да, там, эй! Малочки! Да. Ну, Боже! Задачно. По сути, каждый из нас чего же ищет? Вот это вот состояние. Состояние нежности, когда мама тебя обнимает, когда ты маленький. Сколько таких ситуаций, когда женщина ищет парня, который бы ее обнял и сказал «все хорошо». Когда мужчина… Приходит другой человек, который тебе не нравится, тебя обнимает. Сейчас можно я закончу? Да, ти. Потому что я вообще-то кусками буду говорить. Сколько ситуаций, когда девушка ищет мужчину, она говорит «мне нужен мудрый мужчина». Ну, естественно, который уже увидит, что все ее закидоны – это просто детскость. Она находит старший мужчину, потому что мудрый – это обычно старший. Это уже за 40. Находит мужчину за 40. И он может ей дать то, чего она не получила от папы. Он не обнимает. Говорит, что это так классно, ничего страшного, все хорошо. И мы с этим справимся, и с этим справимся, и с этим… И ради вот этого ощущения, когда человека обнимают и говорят «ты с этим справишься, мы с этим справимся, я тебе помогу, ты сможешь, я в тебя верю». Ради этих моментов всю остальную жопу можно терпеть еще тысячу лет. Ну, реально, потому что в этот момент мы чувствуем себя уверенными в себе. У нас есть поддержка, у нас есть кто-то рядом, кому мы не безразличны, кто дорожит нами, кто ценит нас. Мы делаем жопу, а он о нас заботится дальше. Это же огромнейшее чувство внутреннее состояние. И ради этого мы что делаем? Ой, ну я вас прошу, мы одеваемся сексуально. Не так, как я, видите? Ведь все равно мужчины оборачиваются на улицах. Кривляюсь, наверное, много. Мы одеваемся сексуально, женщины, да, там. Умно выглядим, мы такие серьезные. Ну, не знаю, как нужно словить того взрослого, мудрого чувака. Нужно быть более, немного представителем, немного серьезнее, но при этом шармом, да. И тогда он у тебя западает, и ты такая «О, есть, все, теперь я могу расслабиться, окей». И вся жизнь — это что? Это поиск партнера для того, чтобы получить телесное самоощущение. Внутреннее телесное самоощущение. Вы умеете генерировать эти состояния сами. Именно поэтому нейронная алхимия полностью настраивана на то, что умение генерировать чувства и эмоции самому. Вселенная все время дает нам эти опыты. А если вы их не замечаете, вы можете попросить об этом опыте, именно об опыте, а не «Дай мне машину, дай мне машину, дай мне Феррари, пожалуйста, я хочу красный, Феррари, там, не знаю, там, с таким-то номером, номер очень важен, чтобы было круто». Приходит такая машина, у вас крутое ощущение. «Вау, да, я мега крутой чувак, офигеть, жизнь удалась». Вы разворачиваетесь, подходит ваша мама такая, и вы такие «У!». Ну, сразу тело работает на маму, мама постоянно всем недовольна. Только что отошел от машины, тут резко увидел маму «О, мамочка!». Вот это ощущение, если вы успели его захватить перед тем, как сзади появилась мама. Да вам повезло. Вот это ощущение, это то ощущение, которое должно оставаться, когда вы поворачиваетесь к маме, чтобы не было этого «Ох!». И согнулся. Ну, обычно, необычно, но часто в работе с людьми, особенно старшего возраста, я встречаюсь с такой штукой. Уверенный в себе, красивый, сексуальный. Но стоит позвонить маме или папе, сразу чувство вины, и вот так вот. «Да, мамочка, да!». И со своим ребенком точно так же. Сразу же «тынь!». На родственников сразу идет одна реакция телесная. «А что я еще могу сделать?» «А ничего страшного, я уберу, все хорошо, все хорошо». «А я там тоже уберу, все, не нервничай, не нервничай». Куда девается сексуальная, уверенная, развязанная с тебе женщина? Которая может с иронией, с сарказмом что-то сказать, которая чувствует себя офигительно. Нет, она переступает порог дома и включается чувство вины. Телесно включается чувство вины. То, что очень сложно. Это что было? И телесно включается чувство вины. Что такая женщина делает? Она либо побольше работает, вот тут она чувствует себя собой. Она себя собой чувствует. Кайф, уверенность в себе, сексуальность. Круто! Домой, я попозже домой приеду. Здесь так классно. Мы выбираем находиться в тех ситуациях и обстоятельствах, где мы чувствуем себя собой больше, чем в тех обстоятельствах, где у нас начинают срабатывать телесные перенапряжения и зажимы. И тогда у нас врубается почему-то чувство вины, почему-то злость, почему-то обида, почему-то сразу хочется там, мамочка, а что тебе еще сделать? Папочка, а что тебе еще сделать? Ой, я хорошая дочка, да, все классно. Выходишь за порог, этого нету. Выходишь за порог и посылаешь их на три буквы. Но переступаешь порог дома, и врубаются сразу все зажимы телесные. Вот это я и говорю. Быт! Вы поехали на сатсанг, там все круто, там все классно. Ты переступаешь порог дома. Где-то вот в этом моменте должна быть интеграция. На пороге постоять надо. Ну как, шаг сюда. И что нужно? Даже в этой ситуации что нужно делать? Изучать свое тело. Изучать, почему вот тут вот кайф, а на 20 сантиметров туда, жопа. Почему 20 сантиметров разница? Почему такая разница в какие-то 20 сантиметров, если я стою на пороге своей квартиры? Все равно придется изучать. Нужно изучать свое тело, чтобы понять, а почему такая разница? Прикольная ситуация в том, что... Андрей, да, писал? Соколовский Андрей писал про цифры. Ну в деньгах, короче. Я о своей ситуации расскажу. Там, папа делает мне подарок, фотоаппарат. Он стоит 1900, 1800 долларов. Я такой говорю, папа, да нет, я без фотоаппарата буду, все нормально, там не надо. Чувство вины врубается сразу же. Мама такая, Наташа, ты себя слышишь? Мы тебе покупаем фотоаппарат. Я говорю, да ну он много стоит. А потом сажусь, ну мы уже купили фотоаппарат, вот он мне на руках, у меня все типает телесно от паники. Я говорю, надо разбираться с этим. Я начинаю смотреть, если бы он стоил 1200 долларов. Нормально. 1500. Нормально. 1700, начинаю нервничать. 1800. Это не смешно, потому что это уже не одна такая ситуация, которую я по обратной связи нахожу. 1800, паника! Ты думаешь, 100 долларов! 100 долларов разница! И такое интересное самоощущение. Где логика? И потом я нахожу ситуацию, что там когда-то, когда папа кричал на маму, что вот как ты могла там за 8 месяцев потратить 1800 долларов и кричал на маму. Папа, ой, тело это запомнило. 1700, начинается паника. 1500, идеально, нормально. Почему фотоаппарат нельзя 1500 купить? Нет, 1800, 1900, для того, чтобы я увидела. Вот тело до сих пор боится, что если денег будет больше, чем в тот момент ссоры было потрачено, папа будет бить, кричать. Ваше тело живое. Я не знаю, как до вас это донести, но я знаю, что мое тело, оно живое. Оно сохраняет память, оно думает, оно чувствует. Еще круче, оно чуть чемен знает, что мне нужно делать. И поэтому я постоянно у него учусь. Так, таки мне жарко. Надо сейчас перестегнуть эту штуку. А вы можете попросить плед тогда? А сейчас откроем окно. Хорошо, тогда вы попросите. Когда вам будет прохладно. Так, это я о чем говорила? Тело, которое живое. Да, живое тело. Больше вселенная живая. Ну вот я все время говорю об одном и том же. Вы живые, тело живое, вселенная живая, бла-бла-бла, вы одно вечное сознание, это все неделимое. Но когда вы переступаете порог своей квартиры, это все не имеет значения больше. И я поэтому работаю обычно с этой сферой. Папа, мама, братья, сестры, дедушки, бабушки. Это самая большая проверка. Если с папой, с мамой такая жопа, о чем можно будет говорить, если вы перевернетесь и создадите свою семью? Ну вот это вот дубликат будет просто. Потому что на маму и папу обычно стоят больше всего запретов. Нельзя грубить маме. Нельзя противоречить папе. И получается, женщинам нельзя грубить, мужчинам нельзя говорить нет. Ну и еще куча таких условий, которые рождаются при взаимодействии с вашими родителями, правильно? С детства. На которых мы забиваем. Мы на эти условия забиваем. Мы это всего не ищем, не копаем. Ну какого хрена там копаться? Если папы вообще не было. Ну не повезло. Не повезло. Смотря как. Ну кто-то, ну кто-то был вместо? Дедушка? Нет? Да. Ну кто-то мужской должен становиться на это место. Либо брат, либо друг с улицы. Не папа там, а какие-то дядьки все равно. Нет, но будет очень сильная потребность в мужчине еще больше, чем при такой... Нет, может папа, и дядьки появились в жизни очень поздно. Ну как бы все это вполне себе там пришло. Чего-то, сколько не было. Так это и о чем? Так, оно нормально, то не шипит. Мы забиваем. Да. Мы забиваем. Мы забиваем на все, что было в детстве. Мы говорим, мы уже выросли. Нам папа с мамой не указ. Все круто. Я зарабатываю сама. Все офигительно, а ни хера подобного. Потому что вы начинаете влюбляться, вы строите семью, и жопа повторяется. Через какое-то время вы видите, что все, что было вот здесь, почему-то начинает повторяться вот тут. Каким-то образом. Я же уже забила на это. Я забила на это. На это нужно не забивать. Потому что здесь присутствует ядро боли. Те, кто читали по нейронной, но я буду сейчас еще раз это снова объяснять. Есть боль. Вот есть ситуация боли. А, даже не с этого нужно начать, точно. Я буду говорить сейчас метафорами, аналогиями, снова не понимая меня буквально. Это мой способ передать свой опыт. Представим, вы находитесь дома, вы еще не тут в воплощении. Все еще нормально, все еще очень классно. И вы такие думаете, ой, хочется на Орионе драконом воплотиться. А у вас карточка есть. Там написано, как ваше индивидуализированное сознание зовут. И ваши очки, то есть количество предназначений, которые вы завершили, которые вы исполнили. Мы сюда рождаемся, чтобы исполнить предназначение. Есть еще такие бонусные очки. Мечта. Ух, кто исполнил мечту, то вообще офигительно. Там надбавка капитальная. К зарплате. Пенсия. Отпускные. И вот у вас только 400 очков. Мечту вы нигде еще не исполнили. Воплощались каких-то там 200 раз. Все это так как-то было, ну вот так вот оно, хаотически. И вы говорите, да мне уже надоело все время человеком, человеком, то Земля, то еще какая-нибудь планета. Все человеком, человеком какая-то хрень происходит. Мне не нравится. А там я слышал, рассказывали драконами на Орионе. Так офигительно. Там крылья расправляешь. Да даже когда на этой земле читаешь про драконов, так сразу все пульсирует. И ты подходишь и говоришь, а, большой дом такой, огромнейшее здание там, тревел, аэро, туристическое агентство. И вы подходите, листаете этот проспект, а 400 очков это максимум снова планета Земля. и вы такие, ваша мать, я не хочу сюда. Ну, я здесь уже знаете, сколько воплощался. О, вы бы знали. Я там уже все изучил, только ничему не научился. Все еще 400 очков. И вы такие приходите, вы берете флайер там, Орион, драконы, а, ну, может, прокатит. Приходите к наставнику, вы такой, ну, пожалуйста, ну, можно мне, ну, я так хочу. Наставник говорит, ты что издеваешься, тут нужно 1200. А у тебя 400. Ты этого, 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 этого. Этих навыков у тебя нету. Навыков. Нету навыков. Ну, дракон, это же мудрость, это алхимия, это жизнь вообще пульсирует во всем. Это ярость, умение понимать и эксплуатировать агрессию, а не просто там, у нас все хорошо, здравствуйте. Вот. И наставник говорит, ты понимаешь, я тебя туда не пущу, просто потому, что тебя очков не хватает. Ты пришел в эту игру, пожалуйста, соблюдай правила, да. Чит-кодов у тебя тоже не наблюдается, мечту не исполнил ни один раз. Что это такое, ни предназначения, ни мечты, а ты хочешь драконом, там только на мечте все работает. Он говорит, хорошо, я могу тебе дать такое предназначение на земле, что ты восполнишь все эти там, сколько там надо, 600, 800, да, 800 очков еще у тебя будет. Ну, то есть ты понимаешь, там такое предназначение будет, и навыки все эти нужно будет наработать. Ты такой смотришь и думаешь, да, пожалуйста, да любое предназначение, чтобы только снова на земле не воплощаться больше, вот вообще-вообще-вообще-вообще. Ну, знаете, есть люди, не читают про лемурию, да, и такие, ой, я так хочу в лемурию, да, пожалуйста, так только навыки нарабатывайте, и ваша лемурия сразу уже здесь. Дело же только в том, что вы умеете чего, вы не умеете телесно, а лемурия, это вообще здравствует тело, единство и все такое. Это вам не драконы с агрессией? А? Кто скажет, что такое лемурия? Да? Ну ладно, это цивилизация, очень продвинутая. Предположительно, находится в другом измерении, где нету всей той жопы, которая есть у нас. Это в общем. Так вот, и вы говорите, да пожалуйста, да любое предназначение, можно даже еще на 200 очков сверху, если вдруг я где-нибудь налажаю. И вот такое, хорошо, вот тебе предназначение. А там такой список навыков, 25 пунктов. Вы такие, ёбар, сыты. А там, понимать свое тело, понимать язык вселенной, чувствовать, что ты вечный сознатель. Как я этого достигну? Там, генерировать нежность грубым людям, понимать насильников и убийц. И такой вот список, ты думаешь, ёптель, смотришь на планету Земля? Не-не-не-не, я все сделаю. Да, отрываете этот вот, там, как это, корешок, приходите в кассу, говорите, окей, буду воплощаться. Не попадай. Нет, потом вы приходите ко вселенной, она должна подписать контракт. Это же не так с зайцем на планету. И вот у вас огромный контракт, у вас офигительное предназначение, у вас куча навыков, вы думаете, ну это все стоит, чтобы больше на планете Земля не воплощаться, больше никогда. И вселенная подписывает. Обязуюсь самым простым, легким, веселым, радостным способом генерировать, ну, вернее, помочь, короче, этому игроку, наработать все его навыки и, естественно, помочь реализовать его предназначение. Окей. А вы такие берете, обязуюсь, я игрок, обязуюсь быть понимающим, у меня этого навыка еще нету, а осознанным, ну так вот чуть-чуть, ответственным, это непонятное слово, открываете словарь, что такое ответственным? Ой, мама. Ну ладно, на планету Земля больше не хочется, хочется к драконам, мотивация отличная, от жопы к счастью. И вы такие подписывайте, хорошо, и пошли на воплощение. Вы там пропустили пункт, стояла галочка, потеряю память. Потому что память сохраняется после определенного количества очков. Ну, это метафора, понимаете, это аналогия. То есть, когда вы уже достаточно всех этих навыков имеете, даже один навык того, что ваше тело живое, это уже прямая возможность помнить себя. Уже прямая возможность помнить себя. А если вы чувствуете Вселенную живой, это прямая возможность чувствовать единство, не выходя из дома. Это очень прикольно. Сижу в Запорожье. Утро. Пью чай. Чай, да? Вот. Я в теле. Я как тело. Сижу в себе доме. На себе улице. Среди себя домов. Это все очень телесно и очень шизоидно. А при этом все, ты сидишь на этой в огромнейшей планете, в огромнейшей вселенной, и ты думаешь, как бы не упасть со стула? Это все телесные ощущения. Нет, я сейчас не аналогиями, метафорами говорю. Так вот, ваша жизнь очень изменяется. Ваша бытовая жизнь очень изменяется, когда единство начинает пропитывать ваше плотное тело. Да, уже хорошо пошло. Так, это о чем? О бытовухе. Да, про боль. Вот. Вот вы рождаетесь. Все забыли. Я называю один фактор, называется для меня, в моей терминологии, это называется светимость сознания. Ну, то есть, если у вас 400 очков, то ваша лампочка очень там на 20 ватт горит. Вы заходите в метро, темное метро, лампочка 20 ватт. Вот скажите мне, сколько вы увидите вокруг себя? Ну, вот очень мало. Светимость сознания, когда у вас там, например, 2000 очков, лампочка на 100 ватт, а 5000 очков, вот это такой фонарь, видно сразу весь тоннель. Это осознанность. Для меня это осознанность. Способность постоянно осознавать себя вечным сознанием и вот это вот все вечным сознанием, одним сознанием. Чтобы не заигрываться, да, то есть, когда мало очков, ты реально веришь, это стены, это кирпичики, да, а когда больше очков, ты говоришь, да, это стена, ну, в смысле, это сознание, в смысле оно живое и чувствуется, как нежность. Вот. И вот вы рождаетесь, у вас тело, да, вы там выбрали себе папу с мамой, но так как у вас уже предназначение такое, что нужно все эти навыки, то папа с мамой очень узкий спектр, потому что при всем вот этом, там две-три пары, ты думаешь, господи, какая разница, из чего выбирать, и там жопа, и там жопа, а там вообще. Но всему же нужно научиться нежность грубым людям, там, понимать насилие и бла-бла-бла-бла-бла-бла, а там полная жопа с детства должна быть. И вот вы выбираете себе родителей, вы рождаетесь, клетка мамы, клетка папы соединяются, биология девятый класс, или десятый. И вот клетка из маминого тела со всеми перенапряжениями, шаблонами, условиями, ожиданиями, опытом соединяется с папиной клеткой, со всеми условиями, ожиданиями, требованиями и такой вот принципиальностью вот это соединяется. И в эту штуку загружаетесь вы. Очков 400, лапочка на 20 ватт. Представляете, какая жопа с вами происходит? Вы развиваетесь и реально понимаете, да, мир таков, да, нужно быть вот с такими условиями, папины плюс мамины плюсируются, ожидания плюсируются, требовательность плюсируется, вы рождаетесь уже в таком щептель, что за страшный мир. Потому что для того, чтобы наработать вот эти все навыки, да, понимать язык своего тела, чувствовать, чувствовать свое тело, не только понимать, можно понимать, что тело разговаривает с вами там, агрессия, это крик, эй, хватит там отвлекаться, послушай меня. Депрессия, значит, ты делаешь не то, что хочешь вообще, апатия, это полная жопа вообще. Можно понимать язык своего тела, но не чувствовать его живым. Это прикольно, потому что, в общем-то, мы понимаем, наше тело живое, да, ну, реально, ну, котенок и наше тело, а есть разница, мы котенку больше нежности чувствуем, чем к своему телу. Нет, это не так. Мы думаем, что тело, оно само по себе не живое. Если мы покинем наше тело, то оно умрет. Так оно живое, пока ты там. Быть перестанет. Да. Это мы так думаем, у нас нет такого, что вот тело, оно живое полностью. Немного в тему вопрос. Вот, когда при смерти, скажем, там, тебя автобус сбивает, и сознание выходит из тела, и вот автобус сбивает тело, оно чувствует, как бы, боль, или пока, это сознание чувствует боль в теле? То есть, смысл выхода из тела в том, чтобы не чувствовать боль. Да, чтобы не чувствовать боль. Но вопрос в том, это, ну, боль, это как опыт? Боль для тела не проблема. Нет. А, то есть, все-таки, раз боль для тела не проблема, значит, тело, можно сказать, не чувствует боль, пока сознание не находится. Смотри, тело чувствует и боль, и радость, и грусть, и тоску. Вот смотри, вот пример, вот оно себе живет. Блин, где зайчик? Зайчик, собачка. Вот это тело, оно чувствует, вот его сбивают, там. Оно чувствует боль, оно чувствует напряжение. Оно даже чувствует одиночество, когда сознание покидает тело. Те, кто занимается астральными выходами, они могут увидеть, как тело начинает нервничать, когда ты уходишь. И как оно радостно, когда ты возвращаешься. И вот оно, вууу, тело чувствует боль. Оно дальше, ты вот вышел из тела, ты стоишь рядом, потому что очень тяжело выдержать электричество. У тебя только 400 очков, лампочка на 20 ватт, лампочка на 20 ватт. Здесь электричества, там, дохерища, очень много. То есть, если ты сейчас войдешь, твоя лампочка перегорит. У тебя только 20 ватт, только 400 очков. Ты еще не понял, что боль – это не опасность. И вот тело-то все проживает, но для него это не является катастрофой. Как вот мне понравилось, когда у меня была эмпатия вначале, я проецировала свою боль на рыбок. Знаете, в большие магазины, там, аквариумы рыб, их вылавливают, там, сдирают кожу, там, голову отрезают. Я такая подходила, ой, битенький. Долго так ходила, пока до меня резко не дошло, я проецирую свою боль на рыбок в аквариуме. Сняла эту проекцию, такая думаю, а что же они вообще реально чувствуют? Входишь в рыб, они кайфуют. Вот момент здесь и сейчас. Четко, как Экхард Талли описывает. Здесь и сейчас. Нету момента о том, сейчас со мной что-то сделать. Вот через секунду меня могут поймать. Я вообще там этого для себя, ну, я считывала, да, я это чувствовала. Я не нашла этого для себя. Они реально кайфуют. С того момента я начала учиться у рыб в аквариумах, в магазинах. Потому что это реально офигительное ощущение. Они просто есть. Вот они реально просто есть. То есть, получается, тело, короче, паришься от боли, париться от боли сознание, а не тело? Париться от боли, сознание тоже не париться от боли. Сейчас, ну, я про свой опыт говорю, да? Сознание не парится от боли, тело не парится от боли. Есть такая штука, называется личность. По контракту прикрепляется бонусом. Так вот, если в этой личности прописано, что там, убивать рыб плохо, кушать мясо плохо. В общем, все, что плохо, будет делать боль нестерпимой. Есть такой момент, многие там могут спутать. И вообще у других посвященных личность, она как бы связана с умом, например, да? И тут как бы очень четко понятно, о чем речь. Когда у тебя именно страдания идут от ума. То есть, ты там видишь, там кого-то режут, да, там или что. И у тебя там мысли нехорошие, и вот именно мысли тебя мучают. То есть, а есть как бы вот момент, именно когда тебя сами мысли мучают, ты сам себя накручиваешь, и именно мысли мучают. Как только ты разождествуешься с этими мыслями, то они тебя мучать не присутствуют. Но есть момент, когда именно страдания исходят не от мысли, а именно от тела. Вот вопрос, это что такое вообще? Вот именно когда от тела страдания. Ну сейчас я попробую объяснить, как это я понимаю, да? Прикольный вопрос. То есть мы увидели, что момент разождествления с телом и с умом помогает перекрытить, чувствовать то, что там происходит. И на этот момент, пока вы не в этом, все хорошо. Но долго это все хорошо не длится, потому что все стухает и становится непонятно. Сейчас. Мне сейчас придется чуточку в другую сторону уйти, чтобы ответить. В моем опыте жизни личность, ум, тело — это инструменты. И насколько вы умеете ними пользоваться, настолько более глобально, качественно и красочно вы можете себя выражать, как сознание. Вот вы сознание, у вас есть тело, у вас есть личность, чтобы взаимодействовать друг с другом, не потеряться, чтобы были границы, чтобы понимать, ага, дын-дын-дын, и выстраивать все эти штуки. Есть ум, который анализирует, размышляет, предполагает, уходит в будущее, в прошлое. И такой, если я сейчас это сделаю, приходится пить балерианку почаще. И для меня это инструменты. Как вот кисти у художника, не знаю, там, иглы и нитки у швеи. Это все инструменты. Если я умею пользоваться телом, тогда я могу использовать чувства и эмоции для того, чтобы выражать то, что я хочу выражать, а не то, что выражается, оно выразилось, я говорю, ух ты, а как это, само что ли, вау, ну ладно. Есть личность. Для меня личность, это, знаете, есть микросхемы. Там прописывается вот путь прохождения электрического сигнала. Вот от одного момента к другому. И вот для меня личность, это как микросхема. Если ее настроить на условное выражение эмоций и чувств, тогда желания и мысли причиняют страдания, то, о чем говорят буддисты. Если личность настроена на выражение чувств и эмоций с момента... Ну вот тут, вот представим, две платы. Одна плата, другой человек не я. Другой человек, это другой человек, а значит, он может быть опасен, а значит, он когда-нибудь точно сделает мне больно, равно он враг. То есть плата, другой человек враг. И есть другая плата. Другой человек, это я. Ты, это другой я. Ты, это другая я. Ты, это другая я. И тогда взаимодействие, и тогда желания исходят не из боли, а из умиротворения Вот в этих двух платах есть большая разница Когда мы, эта плата, которая строится, другой человек, враг Из которого потом и желания, и мысли приносят страдания, и разочарования, боль Она строится только потому, что где-нибудь в детстве обычно У нас происходит ситуация Фрейд, клевый мужик, папа и мама Великолепно Происходит ситуация, и мы не понимаем, почему так происходит Я называю это, вычеркиваем, вселенную из уравнения Есть вселенная, она контракт подписала Вы там галочки понаставляли, вы согласились на предназначение Вы что, издеваетесь? Вам обучаться надо И вот когда, находясь в огромнейшей лекционной Вам лектор что-нибудь говорит, а вы его на три буквы посылаете То потом у вас образуется боль Как двойка на экзамене И вы с этой болью живете дальше Но эта боль, она капсулируется страхом Такой большой монстр, он работает по часовая оплата По шесть часов, потом его сменяет другой монстр Но тоже называется страх, не подходи сюда Здесь очень страшно, иди отсюда подальше И эта боль капсулируется страхом И если вы очень настырные туда, но у вас еще нету понимания Понимание, что вот эта ситуация, она не разрушительная, не несправедливая Это не насилие То есть да, это может быть насилие Но тогда ты понимаешь, почему так происходит Какого навыка у тебя нету, что эта ситуация причиняет тебе боль Есть другая плата, при которой эта ситуация не будет причинять боль А будет рождаться глубинное понимание И нужный навык для того, чтобы исполнить предназначение Ну по контракту так А здесь ты говоришь, нет, я не хочу этого понимать Не хочу понимать Не могу понять Это было несправедливо У эмпатов так часто Самое первое, на что проявляется, это несправедливость Во всем начинаешь видеть насилие, боль и несправедливость Это когда вот та самая первая глубинная боль Начинает отражаться во всем снаружи Поэтому я так люблю эмпатию Сразу начинаешь видеть себя снаружи очень четко И вот две платы И вот здесь, вот на этой плате, которая говорит Другой человек, это враг Он не то, что потенциальный враг Если он потенциально опасный Это значит, что он однозначно в конце, в середине Где-нибудь, когда вы расслабитесь и перестанете быть Внимательными Он сделает вам больно Это все время напряжение Вот то самое напряжение Которое окутывает эту боль Эта боль может повториться Поэтому другой человек потенциальный враг И поэтому с ним обращаются совсем по-другому Когда человек потенциальный враг А мы этого обычно не осознаем В голове Это просто по действиям видно И по фразам И у вас есть страх, который закрывает эту боль Потом рождается агрессия Чтобы вы даже к страху не подходили Чтобы вы туда даже не приближались Там слишком опасно И вы все еще не поняли У вас все еще нету пазла понимания Который станет на место И нервная система перекратит Вот это вот делать Оплачивать почасового монстра Страх Оплачивать почасового монстра Агрессия Как только у вас появляется это понимание Она становится четко в эту боль А знаете, это бывает такое Офигеть И вы не только понимаете Вы еще и чувствуете этот опыт И вот тогда нервная система раз И расслабилась Обычно говорят Вся жизнь изменилась Я поняла одну вещь И вся моя жизнь изменилась Да, потому что плата поменялась И вот когда плата Строится из первой какой-нибудь коренной боли Первого непонимания себя Непонимания вселенной Непонимания опыта То когда другой человек враг Включаются все инструменты Инструменты тела Инструменты личности Инструменты ума Вот эти вот тела, личности, ум Они настроены на то Чтобы получить что-то От другого человека Получить гарантию На свою нежность Получить гарантию На свою любовь Получить гарантию На свою открытость Сначала ты мне А потом может быть При каких-то условиях И я тебе откроюсь Нужно подождать То есть когда внутри В первое есть боль То и желания И мысли Начинают доставлять Страдания И разочарования Потому что когда внутри боль А знаете, когда мечта Вот мы думаем Мечта И рождает от тоска Ну вот вместо счастья Когда думаешь о мечте Рождается такая боль И тоска Это вы четко Заклядываете В дыру своей боли Туда И вот эти желания, которые рождаются из боли, когда другой человек враг, когда другой человек потенциально опасен, он может нанести мне вред, может быть. Поэтому я что делаю? Я всегда внимательна, я всегда напряжена, я всегда защищаюсь, я уже не открыта, я все время в напряжении. И вот эта плата и мысли, и желания, все потребности будут идти только на то, чтобы удовлетворить эту боль. И естественно, тогда и мысли будут причинять страдания, они будут крутиться все время вокруг одного, двух, трех, но все они будут приводить к одному ядру боли. Но это нужно очень сильно копать внутрь, чтобы это увидеть, потому что обычно в бытовой жизни на поверхности это, например, муж и жена, вот они поженились, и он постоянно ее достает цинизмом, язвительными шуточками, все нормально, все прикольно, обесценивает ее, она к нему подошла, там, милый, а он такой, а-а-а, посмеялся с этого ее, милый, и пошел дальше. И нормально, только что это был юмор. Она проявила, например, свою нежность, на это она получила язвительность и цинизм. Это видно наружу. Это значит, что когда цинизм проявляется, когда ты обесцениваешь самое нежное, самое хрупкое, и тут включается зеркало. Самое хрупкое и нежное ты уже давно обесценил в себе. И поэтому, когда ты видишь это проявление снаружи, эту нежность к тебе, ты понимаешь, что там внутри уже рана, там уже боль, там кровоточит давно, туда не надо идти. Ты не можешь сказать человеку, пожалуйста, не будь со мной нежным, да? Хочется ведь. И ты просто начинаешь высмеивать с цинизмом, типа, ха-ха-ха, ну да, конечно, о, я тоже, у-у-у, суперски. То есть очень хочется, хочется эту нежность туда поставить. Хочется, чтобы было и доверие. Хочется, чтобы было одно — единство. То есть чтобы работала эта плата, что я, ты — это другой я, ты — это другой я. Вселенная все время будет создавать такие ситуации. А по контракту вы подписывали. Внимательный, осознанный. А нет, вру, понимающий, осознанный, ответственный. Вселенная все время будет выравнивать вас, чтобы ваша плата заработала ты — это другой я. Ты — это другой я. И тогда внутри этой платы всегда базовое умиротворение. Чувство умиротворения, которое обретаешь при этом самом просветлении разума. Полное умиротворение и завершенность. Фу, все, я просто есть, наконец-то. И желания, которые рождаются из этой целостности, из этой завершенности, они, когда о них думаешь, приносят тебе счастье. Когда их достигаешь, такое же чувство счастья. Потому что умиротворение внутри. Чувство счастья внутри. Чувство нежности внутри. Есть желание? Нету желания. Желание сбылось? Не сбылось. Это не влияет на то, что находится внутри. Так работает эта плата. И совсем другое дело вот эта плата, когда здесь боль, и все, что хочется, это утолить боль. А боль давнишняя, она глубоко внутри. Мы о ней забыли, мы туда не копаем. Ну реально, потому что там столько механизмов. Слепое пятно. Там, не знаю, синий экран. Тут ничего нет, уйдите дальше. Поэтому очень сложно. Это же, понимаете, это нужно, спрашивая и понимая свое тело, анализируя свои чувства и эмоции, взаимодействуя со своим телом, просить его показать вам, как сознание, что там внутри, что там за боль, которая до сих пор разъединяет вас на две части. Разъединяет вас и тело на две части. Что даже здесь вы можете сказать, это не я, это просто тело. И тогда тело начинает работать с вами. Оно показывает. Но только тогда, когда вы внутренне, искренне, реально хотите этого. Потому что тело, вот оно реально все о вас знает. Все ваши там подноготные механизмы, все ваши желания. И когда вы просто приходите в детский садик, представим ваше подсознание, этот детский садик, и там есть там Маша Боль. Девочка, вернее, Маша. Девочка по имени Боль. Ой, я задела микрофон. Мальчик по имени Тоска и Грусть. Этого мальчика смотришь такой. Вот этого мальчика, нужно его переделать, нужно тоже ему написать. Счастье! Не хочу такого мальчика у себя в детском саду. И эту девочку Боль, вот ее вообще нужно отсюда убрать из детского сада и куда-нибудь отпустить. Пускай идет себе своим ходом куда-нибудь. Только не в моем детском садике. Так вот, в этом детском садике есть строгая воспитательница. И таких маньяков, которые приходят в детский садик, то есть погружаются внутрь себя с намерением исправить себя, подправить себя, растворить какие-нибудь чувства и эмоции. А знаете, там самое страшное, кто смотрел фильм Люди Икс, там, кажется, в третьей части есть мальчик, к нему подходишь, и все способности исчезают. Там девочка, по-моему, была тут. Девочка? А, нет, там, где мальчик такой белый. Да, да. К нему кто не подходит, все способности исчезают. Страшный мальчик. Такой мальчик есть у вас в подсознании. Он сидит, маленький, бедненький, три уха и надпись на лбу. Ум! Его все боятся, реально. Потому что он постоянно болтает, он размышляет, он анализирует и все время мешает. Вот поэтому я и говорю, те, кто ходят на сатсанги и семинары, пол-раза тождествению, здесь я соединяю, у вас может начаться шиза. Поэтому здесь вы только на свой страх и риск. И вот этот страшный мальчик с тремя ушами, которого сразу хочется исправить, оторвать ему это одно ухо и сказать ему, что хватит болтать, успокойся, мальчик. Так вот, в детский садик такая воспитательница вас просто не пустит, вас под руки и уведут. А как это происходит? Очень просто. Когда вы хотите что-либо в себе растворить, исправить, подправить, изменить и что-либо в таком роде, тогда, как только вы подходите к этому месту боли, да, девочка по имени Боль, вот так бы ее сейчас... И тут резко, ой, захотелось покушать, ой, что-то я устала, ну, может телевизор посмотреть. Ваше тело очень умное, оно невероятно мудрое. Оно не позволяет вам нанести себе вред, себе как целостному конгломерату. Вы сознание, у вас есть тело с психикой. Ваша нервная система, моя, хорошо, моя нервная система соединяет все, начиная от источника до этой игры, которая тоже есть тот же самый источник, просто видится он по-другому. То есть тело невероятный инструмент, огромнейший инструмент, и он помогает вам не разрушить самого себя. И поэтому он говорит, пошли пожрем, пошли поспим, пойдем, ой, слушай, я Васе позвоню, хочу потусить. Я уже забыла о том, что я там хотел, куда-то я заметил девочку по имени Боль, ой, вот это девочка, а ладно, я пойду погуляю. Вот сразу, ну или самое распространенное, это усталость. Спать хочется, как-то так. А к вечеру оно так нормально, ну я сейчас в ВКонтакте посижу. Ну ВКонтакте хорошо. Раз, и появляются филы. Это же всем известно. Бас, и появляется энергия. И ВКонтакте до двух ночи. Откуда? Только что спать хотелось. Это все такая огромнейшая тема, поэтому я, в общем-то, пытаюсь это все просто и емко сформулировать, поэтому аналогии и метафоры такие. Так вот эти вот две платы. Либо ты враг, либо ты это другой я. И вот если ты враг, то я, смотря на тебя, я думаю, так, и смотрю по своим шаблонам и условиям. Ну выглядит он так и ничего. Да? Ну как-то странно разговаривать. Вот тут открыть рот, какой-то такой голос грубый, там, бла-бла-бла. Нет, я к нему. Вы понимаете? Эта плата работает, что вы уже оцениваете, надо к нему подходить или нет. А чтобы чувствовать к нему нежность, а чтобы чувствовать к нему благодарность за то, что он просто существует, это же, ну, 0,3, это мягко сказано. В смысле, скорая помощь. И совсем другое, когда плата, ты это другой я. У меня автоматом рождается любопытство. Как тебя зовут? Ну как тебя зовут? Богдан. Богдан. Прикольно. Богдан. А чем ты живешь, Богдан? Я? Просто живу. А что тебе интересно? Мне музыка. Круто, офигеть. Я тоже люблю музыку. Все завязывается на искреннем любопытстве и интересе. Когда вы воспринимаете другое существо, ты это другое я. Вот эти вот страх, монстр страха и монстр агрессии, они уже на выходных. Надолго. Навсегда. Надеюсь. И у вас рождается искреннее любопытство. Причем не к таким вещам, а сколько у тебя денег и какая у тебя машина, и где ты отдыхаешь летом. Не такое любопытство. У вас рождается любопытство к внутреннему миру человека. О чем ты мечтаешь? Чем ты живешь? Какие у тебя цели? Зачем ты живешь? Что тебе нравится? А тебе нравится, например, стоять там на мосту и чувствовать ветер? С этим другие вопросы происходят. И когда ты мне враг, кого бы выбрать так? Ага. Да, вот видишь, ты на меня так смотришь, мне уже хочется отойти подальше. Все. Все. Тут уже нет интереса. Здесь работает страх. Монстр страха по часовой, помните? Он хорошо работает. Видите, я только что отошла от него. То есть я подхожу к нему, и я понимаю. Например, у меня там внутри боль. Я очень хочу понимания, внимания и дружеского интереса. Ну очень. Хочу, в детстве у меня такого не было. Я вижу, ты можешь мне это дать. Нежная система чувствую. Подхожу, а монстр внутри говорит, к боли не приближаемся, ты ее еще не понимаешь. Это страшный мальчик. Я такая, это страшный мальчик какой-то. У него страшный взгляд. У него страшный взгляд. Иди от него подальше. Ой, точно, я лучше пойду. Понимаете? Он четко делает. Вот он до сих пор так на меня смотрит. И монстр очень хорошо работает. Он говорит, иди отсюда, девочка. Это страшный человек. Тебе не надо с ним общаться, потому что ты еще свою боль не поняла. Но ты этого уже не слышишь. Короче, иди отсюда подальше. Вот он сейчас по-другому смотрит. Уже милый такой. А приблизишься к нему, и так уже снова страшновато становится. Че ты хочешь? И он сразу с какими-то претензиями ко мне. Че ты хочешь? Мне уже не хочется с тобой общаться, чувак. Поэтому, по сути, то, с чего мы этот перерыв начинали. Нужно понимать, чего вы на самом деле хотите. Вот в этой платье, где другой человек, это я, там база чувства умиротворения. Там любое желание. Это огонь изнутри. Мечта огонь изнутри. Там каждое действие, это счастье, радость, нежность. Огонь изнутри. И вот этот вот спектр, он не убирает агрессивность. Понимаете? Ярость остается. Потому что ярость, это реально кайф. Потому что это, конечно, очень хорошо, когда у нас появляется умиротворение в разуме. И мы такие, ну мы сразу начинаем себя вести так. Ой, здравствуйте. Ой, так хорошо. Ну то есть проявлять. Реально я чувствую умиротворение внутри, поэтому я такой спокойный. Я очень-очень-очень. Да, я вас люблю и уважаю. Вы все такие хорошие. Мир прекрасен. Это не исключает вторую часть спектра эмоций, и когда работает плата «ты» — это другое «я», то это умиротворение позволяет понимать, что Вселенная отображается во всех спектрах эмоций и чувств. Не только в гармонических «здравствуйте», но и в агрессивных «идите вы на три буквы», потому что мы уже достали. Но когда есть боль, тогда понятие, даже образ умиротворения включает в себя только хорошую часть Вселенной. А плохая часть Вселенной, она исчезает, как только у меня просветление наступает. Куда она исчезает? Она никуда не исчезает. Она еще больше притягивается, если у вас наступает просветление. Особенно такое, где только хорошая часть Вселенной остается, а вторая такая говорит, а вторая, знаете, это обычно 80% Вселенной. Она говорит, и куда мне себя впихнуть теперь? Ну как это? Что это такое? Умиротворение у него. Идем проверим, какое у него умиротворение. И подходит какой-нибудь чувак. Ты такой чувствуешь агрессию внутри. Ну я же умиротворен тоже. Здравствуйте. И это на лице написано. Сразу же видно, что человек давит агрессию. При этом он же хочет быть хорошим. И получается, лицемерие, цинист, беззвительность, он уже не в состоянии сдержать, что вот эта плохая часть Вселенной, что неужели она существует, что ее нужно тоже полюбить в этом умиротворении. Так вот разница этих плат, что вот в этой плате, где другой человек это враг, там работает двойственность, очень капитально, отлично работает. Вот это вот разделение. Есть 5% прекрасной Вселенной и 95% какой-то фигни. Вот в этих 5% мне нужно построить свою квартиру, купить дом, завести семью и всех притащить сюда. Нет, там прекрасный 95% Вселенной, тоже отличный, но они меня так пугают, а я ничего не понимаю, а здесь у меня зона комфорта. Фу, перерывчик на 10 минут. Да, кстати, там обед, да? О, да, у вас обед до 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова